Как победить гнев? Вот апостол Иаков пишет, «Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, так как гнев человека не творит правды Божьей». Если бы мы представили хотя бы себе на минуточку, что Господь Бог отнесся бы к нам так же, как мы относимся к человеку, на которого гневаемся, то мы бы в ужасе замолчали. Поэтому апостол Иаков, когда пишет, «Так, как гнев человека не творит правды Божьей, потому что Господь Бог милостив, снисходителен к нам». Ведь так мы и вспоминаем в псалме у царя Давида, «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив». И когда мы гневаемся, то в этот момент мы недолготерпеливые, нещедрые, не многомилостивые. А учитывая заповедь относиться к человеку так, как ты хочешь относиться к тебе, а мы ждем от Господа Бога снисхождения, мы как раз не хотим, что Господь на нас гневался, мы хотим, что Господь милостиво нас учил, с любовью, с нежностью, мы же этого хотим, то, соответственно, это также должно относиться и к людям, которые даже, возможно, нас как-то соблазняют, третируют и так далее. Помните, как Христос сказал, «Пойдите, научитесь, милости хочу, а не жертвы». Единственное, где мы и правда проявляем гнев, это то, что называется праведным гневом. Ну, это, предположим, если я вижу, что мой сын или моя дочь начинает хамить маме. Я в праведном гневе, потому что их мама – это моя жена, а я должен ее защищать. Я в праведном гневе, им говорю, так делать нельзя, если вы будете так поступать, вы будете наказаны. И в этом случае вот этот гнев, который называется праведный, он будет оправдан. Потому что если я его не проявлю, тогда, получается, я не заступаю за свою жену, и тогда, получается, своих детей провоцирую на то, что можно маму не чтить. Так что праведный гнев возможен, но он бывает очень редко. И чаще всего, когда он, если вообще бывает, совесть нас за это не укоряет. Она как раз нас оправдывает и говорит, что я именно и должен был так поступить. Но подчеркну, праведный гнев – это редкое исключение из правил. Именно в праведном гневе Христос, взяв бич, изгонял торговцев, именовщиков монет из храма. Это был праведный гнев. Но если вы посмотрите всю Евангелие, то в праведном гневе Христос был довольно редко. А чаще всего Господь, наоборот, снисходил даже в тех случаях, когда по закону Израиля полагалась даже смертная казнь. Вспомните, как Господь отнесся к женщине, которую взяли в прелюбодеяние с паричным. Ее по закону, в том числе и Ветхого Завета, нужно было побить камнями. А Господь привил снисхождение. Чего я и себе, и вам желаю, и что мы должны делать постоянно. Помоги Господь. Продолжение следует...